Казанский федеральный университет, один из немногих вузов страны, имеет свою метеорологическую станцию. Систематические наблюдения начались в ноябре 1804 года с открытием Императорского Казанского университета и ныне продолжается ежедневно. 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация, которая объединила трудоспециалистов из разных стран. Именно эта дата стала официально Всемирным метеорологическим днем с 1961 года. Он проводится с целью рассказать общественности о серьезных экологических вопросах, которые заключаются не только в колебаниях погоды, а также могут привести к засухе, наводнениям и другим бедствиям. Весна, время коварное. Утро может быть снег, днем солнце, а ночью мороз. О погодных изменениях лучше знать заранее. Предупредить нас задачи метеорологов. О весне этого года важно отметить, что она все-таки действительно ранняя и действительно теплая. Так у нас действительно март оказался аномально теплым и уже сейчас можно сказать, что аномалия составит более чем два градуса. Говоря о морозах, важно отметить, что астрономический фактор не отменить и, конечно, суровых морозов уже быть не может очевидно. С переходом весны многих жителей нашего города интересует вопрос, каким будет предстоящее лето. Прогнозы экспертов по погоде дают представление об основных особенностях предстоящего периода. В соответствии с классификацией Всемирной метеорологической организации, долгосрочными называются метеорологические прогнозы на срок от 30 суток до двух лет. Прогнозирование погоды начинается с наблюдения за текущим состоянием атмосферы. Зная это, синоптики могут прогнозировать предстоящие изменения погоды на ближайшие дни, недели и даже месяцы. Согласно прогнозу долгосрочному, лето прогнозируется близким к климатической норме по температуре, в то время как сентябрь прогнозируется все-таки с положительной температурной аномалией, что косвенно может говорить о том, что в этом году высокая вероятность все-таки наблюдения у нас бабьего лета. Напомню, что в прошлом году жители нашей республики были лишены бабьего лета. Метеорология – очень интересная и важная наука. А работу метеорологов можно назвать романтичной. Ведь они принимают погоду такой, какая она есть. У природы нет плохой погоды. Вот уж точно девиз работников метеорологических служб.